Всем доброго дня! Меня зовут Станислав и вы на канале Орхидеи Дома. Прежде всего хочу поблагодарить всех зрителей, кто активно принимает участие в просмотре моих видео. Спасибо вам большое за просмотры, за ваши лайки, за ваши комментарии. Я очень вам признателен. Чем больше лайков и комментариев вы оставляете, чем чаще YouTube ставит видео в рекомендованные. И тем больше людей могут его посмотреть. Большое вам за это спасибо! А сегодня речь пойдет о двух видео ответах на два вопроса. И первый вопрос был оставлен в комментарии под видео кокосовое волокно для орхидей. И звучит он так. Попробуйте замочить и тогда померяйте, который оставила зрительница Елена. Значит, кто не понимает, о чем идет речь, значит, речь идет о керамзите, который два года прослужил в посадке. И который в течение двух последних дней я вот так вот систематически палочкой перемешивал для того, чтобы максимально он отдал все, что на нем накопилось в эту воду. Вода, я замерял, значит, тогда 44 пипенки было. Итак, давайте посмотрим, сколько же будет у нас сейчас. Итак, сейчас у нас получается 192 пипенки. И что нам дает эта цифра, скажете вы? Так вот, для сравнения я взял уже промытый после покупки новый керамзит. Вот, залил, к сожалению, у меня не осталось воды 44 пипенки, а здесь вода, воду, которую я заливал тоже два дня назад, было 54 пипенки. Это просто для сравнения. Сейчас я точно так же перемешивал и сейчас сделаем замер. Итак, получается 175 пипенки. Итак, разница в 10, в 20 пипенки, я думаю, большой роли не играет. И пока мне сказать, что за два года керамзит набрал уже катастрофически там много солей, я не могу. Может быть, какой-то другой керамзит, может быть, и набирает. Но именно вот этот, который использовал я, получается, что особо большой роли не сыграет в поедании солями корней. Ну, здесь я должен сказать, что за последние примерно полтора года я практически все удобрения, которые растения получали, они были в основном по листу. То есть, здесь можно сказать еще, ну, это немаловажный момент, что в посадку, то есть в грунт соли напрямую не попадали. А это я вам хочу сказать немаловажно. А теперь перейдем ко второму вопросу, который оставила зрительница Марина. Добрый день, спасибо за видео. Я обычно замачиваю и промываю в нескольких водах. И чипсы, и волокно. Может и показатель PPM, я так понимаю, будут другие. Нет возможности самой сделать замеры. Но вода после промывания все равно не идеально чистая. Что скажите по этому поводу? И еще вопрос. Вы кору перед посадкой как-то обрабатываете? Ну что, я предлагаю сделать замеры. Значит, кокосовые чипсы. Вот это я третий раз набираю. И как бы вы правы по поводу того, что вода действительно не становится чистой. Вода все равно от чипсов получается мутная. И как мы помним, я вам озвучивал цифру в полторы тысячи PPM. После второго вымачивания было примерно чуть более 500. Я сейчас точно цифру не помню. И вот сейчас я замочил третий раз. И сейчас давайте посмотрим, сколько же будет. Смотрите, 316 PPM. Ну что, я думаю, что четвертый раз даст окончательную хорошую цифру PPM. И можно будет, по крайней мере, я буду использовать эти кокосовые чипсы уже в посадке. Вы уже принимайте решение сами. Так как у каждого свои орхидеи. И каждому отвечать за свои. Ну что, давайте вернемся к кокосовому волокну. Значит, как вы помните, количество PPM было 463. И я один раз сливал воду и залил второй раз повторно. И вот давайте мы посмотрим при повторном. Значит, 189 PPM. То есть, ну, третий раз однозначно. Я залью третий раз водой. И вы же понимаете, что каждый раз я водой заливаю дождевой. Именно той, которую я использую и для полива своих орхидей, и для этих экспериментов, которые мы с вами сейчас проводим. И остается вопрос по коре. И для ответа сейчас я поменяю ракурс и продолжим. Итак, кора. Значит, как вы уже поняли, и на канале есть пару видео, где я упоминал про кору и рассказывал, что я ее собираю сам. Значит, что я делаю с корой? Когда я собрал кору, кору я собираю ни в коем случае не из живых деревьев, а только ту кору, которая уже находится на тех деревьях, которые уже упали. Сейчас вы видите, правда, уже, скажем так, остатки роскоши. Я не планировал снимать видео про кору. И как бы толщина вот этих пластов уже небольшая. Но перед этим, вот вы видите, да, были и потолще экземпляры. Значит, что я делаю с корой? Когда я ее только собрал, а собираю я ее летом, я раскладываю ее на самом солнечных местах у себя, на участке, и несколько дней она у меня прожаривается, скажем так, на солнышке, загорает. Естественно, через день-два я прихожу, переворачиваю, и таким образом все личинки, все какие-то жучки, паучки, и все-все из этой коры убегает. То есть, солнце настолько выпаливает. Ну, представьте, если летом в тени у нас в этом году было 38-39 градусов, то на солнце естественно, все убежали. Все вредители, все паучки, жучки, и т.д. и т.п. И клеща у себя, ну, по поводу клеща это отдельный разговор, я думаю, следующее видео будет именно про то, как я поборол всех трипсов, клещей и мычнистых червецов. Так вот, кроме того, избавиться от вредителей мне помогает солнце. Поначалу я, да, пытался обрабатывать кору октарой, не помню, может быть, еще какими-то препаратами, но потом я от этого отошел, и вот уже последних два года, кроме солнца, никакими другими препаратами я кору не обрабатываю. Это то, что касается против вредителей. Второй момент, значит, ну, вы понимаете, да, что вот такую кору я беру и распиливаю ножовкой на вот такие вот кусочки. И уже потом такие кусочки, когда мне нужно сделать фракцию поменьше, я просто беру и вот так вот делаю фракцию такую, как мне нужна. Значит, второй момент, как я делаю кору дальше, скажем так, заряженной хорошими микро частицами, бактериями, грибками. ну, вот белые, скажем так, налеты, это остатки высохших препаратов, биопрепараты, и кто на канале давно знает, что я очень активно пользуюсь двумя препаратами, это фитодоктор и триходермин, это грибок и бактерии, которые очень активно принимают участие в подавлении очень многих болячек, которые могут напасть не только на орхидеи, но я использую эти два препарата уже третий год и на огороде у себя, то есть они являются защитниками моих орхидей от всяких болезней, и не только орхидей, как я уже сказал, а и на огороде тоже. Давайте я, наверное, сейчас вам, чтобы не пропустить болезни, от которых применяют этот препарат, просто прочитаю, чтобы никого не пропустить. Итак, допустим, вот, фитодоктор эффективен против широкого спектра грибных и бактериальных заболеваний, в том числе против фитофтороза, мучнистой росы, альтернариоза, ризоктониоза, фузариоза, септориоза, перноспориоза, мильдию, аидиума, бурой ржавчины, парши, увядания, черные ножки, плесневение семян, корневых гнилей, гнилей всходов, пыльной головни, пузырчатой головни и многих других. Теперь триходермин значит препарат триходермин эффективно подавляет патогенные возбудители и защищает от болезни листьев и стеблей альтернариоз ну и перечисляются те же самые болезни и корневые гнили и фазоревозные и все остальные и вялости и на препарате по-моему на сейчас я скажу на каком значит на фитодокторе значит указывается что при применении этих двух препаратов вместе усиливается их фунгицидное действие на вот эти все патогены против которых они скажем так могут их побороть так вот я беру эти два препарата согласно инструкции развожу и вот в этом вот конкретно вот ведерочке видите да вы следы остались от этого от этих препаратов и замачиваю так чтобы вода подошла аж кверху накрываю крышкой чтобы кора вы понимаете может же всплыть а так как если я подверх наливаю закрываю крышкой кора получается вся в воде и она где-то 2-3 дня находится у меня так сказать квасится после чего я ее вытаскиваю затем раскладываю на разносе вот так она у меня просыхает и затем я уже ее использую ее в посадках и результаты после применения этих препаратов на орхидеях меня вполне устраивают ну и вот осталось у меня ведерко в котором здесь так сказать отбросы коры то что остается и я вам хочу рассказать использую ли я вот эти вот остатки тут и пыль вот есть и очень мелкие такие ну давайте я ближе вам покажу вот такая вот фракция есть конечно чуть-чуть и побольше что-то покрупнее остается так вот 2 года назад из таких вот остатков я взял и посадил две свои оценочки были у меня два растения и сейчас хочу вам показать эти два растения в каком состоянии они находятся сейчас значит в этой посадке здесь попались чуть-чуть покрупнее кусочки как вы видите ну вот смотрите тонкая казалось бы непригодная но я ну захотелось мне проэкспериментировать единственное что хочу сказать если вы сделаете да вот мультифлора уценка это было значит что хочу сказать что поливы этой орхидеи я стараюсь сделать снизу то есть сверху не заливаю сейчас кстати я покажу эта орхидея несколько месяцев назад цвела и на канале в шорт я выкладывал видео ее цветения и у меня к вам большая просьба кто знает название этой орхидеи пожалуйста напишите в комментарии мультифлора Видите, из закачки шортса в обычное видео немножко картинка опущена вниз. И если кто хочет увидеть эту орхидею в полной красе, видео называется на канале Восхитительный Релакс. Воздушное облако цветов. Вышло 2 июля. Шортс. И давайте я вам теперь покажу вторую орхидею. Значит, вот такая тоже малышка. И тоже она уже зацвела. В общем, смотрите, получается в 2021 году я их покупал как уценка. Они были без названия, поэтому я и не знаю их названий. Приехали они ко мне во мху. И я вот так вот поэкспериментировал и сделал посадку. Но здесь вот еще, вы видите, да, мусор такой, что вроде бы казалось. Но я вам хочу сказать, что даже при правильных поливах, при правильных поливах, орхидеи будут у вас, вот видите, цветонос. А сейчас я и на эту орхидею поставлю из шортса вырезку. И просьба и поэт орхидеи. Кто знает, как называется эта орхидея, напишите, пожалуйста, в комментарии. Буду очень признателен. Так, шортс на эту орхидею вышел 8 июня и называется «Каждый цветок индивидуальный, неповторимая». Итак, надеюсь, я ответил на все вопросы не только по существу, но и намного расширеннее и больше. Так у нас получилось довольно-таки продолжительное видео. Всем, кто подписался на канал, ставит лайки. Хочу сказать огромное спасибо. Кто еще не подписался на канал, подписывайтесь. Жду от вас, конечно, с нетерпением лайки, новые комментарии. Задавайте вопросы, с удовольствием буду на них отвечать. Ну вот, на сегодня, пожалуй, и все. И всем хочу сказать, до новых встреч. И, конечно, заходите на канал Орхидеи Дома снова. Субтитры сделал DimaTorzok